Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка». Доброго вам майского вечера. В следующий раз, когда будет выходить программа «Трофей рыбалка», будет, соответственно, уже июньский вечер. Да-да, всё верно. Ближайший час с 8 до 9 будет посвящен разговору о рыбалке, об этом увлекательном и интересном занятии, приобщиться к которому, по-моему, ничто не мешает. Как можно большему числу людей, живущих в нашем городе, в нашей области. Меня зовут Владимир Сметанин. Я приветствую эксперта компании «Арсенал» на Комсомольской 8 и профессионального рыболова Василия Мамонова. Добрый вечер. Скоротаем часик вместе с Василием мы сегодня. И сразу же, анонсируя тему сегодняшней передачи, скажу, что это уже третья программа, будет посвященная ловле на поплавок, если говорить так. Просто на поплавочную снасть. В прошлых передачах, которые можно, конечно же, и посмотреть, и послушать на сайте эхокирова.ру и на нашем YouTube-канале, мы говорили о так называемой маховой удочке, когда нет на ней катушки, когда снасть крепится за вершинку. Удочки. В прошлой передаче мы говорили про так называемую, вот сейчас как раз и отвечу на вопрос, болонская ловля. Сегодня мы поговорим про, боже мой, сколько этих разновидностей. Сегодня поговорим о матчевой ловле. Ну, вот этой разновидности-то их на самом деле вот три основных. Три. А там какие-то ответвления, да? Да, если там, например, копаться глубже еще там, начинать, то мы можем там не то чтобы три передачи, можно там, не знаю, полгода, наверное, разговаривать о рыбалке на поплавок, потому что тема очень обширная. Там есть полудонки, и там чуток не придумано на самом деле. Различных этих типов поплавков, да, там оснасток, грузок, не знаю, там, монтажей, поводков, там, чего угодно. Василий, а вот интересно, это уже все придумано и создано кем-то, либо это какой-то бесконечный процесс совершенства? Бесконечный, абсолютно. Появляется какой-то рационализатор, да? Дайка думает, этак вот я сделаю. Совершенно верно. И бац, уже какой-то подвид получается, да? Абсолютно все, что угодно, например, если там вот рассматривать как раз вот о том, о чем мы говорили в прошлой передаче, вот баллонское лово, то есть раньше все там ловили, ну, вот с этим обычным поплавком, который запускали по течению, все хорошо. В конце прошлой передачи мы немножко коснулись так называемых вот этих вот сюрфовых поплавков, да, вот, которые там сами уплывают за счет силы течения. Которым даешь усилие, и он плывет. Вот все, пожалуйста, да, кто-то там придумал вот такие поплавки. Сейчас, например, там есть разновидности поплавков, которые вот там реально, не знаю, там под водой там их натягиваешь, он там под воду как лодка ныряет, там подводная там на каком-то расстоянии, потом отпускаешь, он всплывает. Опять же за счет силы течения сделано для того, чтобы, например, когда мы ловим, сильная ветреная погода у нас там не выдувала дугу лески, да, и реально там можно притопить, и у нас все это там плывет. Ну, то есть ничего на месте-то не стоит. Каждый год что-то придумывается, постоянно модифицируется. Сейчас это касается не только там поплавков этой удилищи, катушки, лески, крючки, ну, все. То есть все, что в нашей жизни есть, ну, в принципе, в обычной, да, ничего не стоит на месте. В рыбалке это то же самое, там пытливые умы работают над этим ого-го. Ну, раз мы озвучили этот вид ловли, баллонская оснастка, то нужно озвучить и имя победителя. Человек, который выиграл подарочный сертификат от Арсенала на Комсомольской 8, это Роман Лопаткин, не первый раз он уже слушает нас и побеждает в нашем конкурсе. Самым первым верный ответ отправил на номер 8-909-720-101-0. Сертификат ваш, Роман. Ну, и сегодня Василий задаст очередной вопрос, и точно так же посредством СВС вы сможете ответить на него и получить снова подарочный сертификат от Арсенала. Итак, переходим уже непосредственно к нашей теме. Матчевая снасть. Что за термин такой? Ну, на самом деле, основоположниками поплавочной ловли вот в этих вот, скажем так, стилях, как баллонские, матчевые. Это все иностранцы были? Англичане. Англичане, да. Не знаю, с чем связано, но, наверное, у англичан там много рек, где очень удобно ловить на поплавок. С футболом это как-то связано? В различных матчах. Футбольный матч. Вот, в различных там вот этих вот как раз стилях и модификациях. И англичане вот здесь были родоначальниками. Изначально матчевая ловля вообще начнем с чего? Что это такое? Чем она отличается от там маховой, баллонской? С описания начнем. То есть это ловля с дальним забросом поплавка, раз. Во-вторых, водоемы без течения, либо очень слабое течение, но как раз хотел уточнить, без течения. Без течения. То есть изначально было сделано без течения. У нас, опять же, попав к нам в Россию, этот стиль ловли, наши пытливые российские умы рыболовов немножко переделали, сделали модификацию оснастки, и сейчас, скажем так, матчевым стилем можно ловить на водоемах, ну, опять же, с несильным течением. Можно это делать. Но, тем не менее, основоположники англичане придумывали вот для водоемов без течения. Соответственно, пруды, озера и все оставшиеся. Ну, несильное течение – это какая-нибудь очень широкая река. Ну, да, да, да. Ну, то есть, вот я, честно скажу, в наших условиях именно на реках я не представляю, где можно применять матч. То есть баллонская ловля будет более оправданно, осознанно, более управляемая и, как итог, более добычлива. И с точки зрения трофейной рыбы. Вот чем же отличается матчевая ловля от баллонской и маховой? В первую очередь, поплавок там используется скользящий. То есть, у него он не крепится на леске, а он по ней абсолютно свободно передвигается. Глубина выставляется с помощью специальных стопоров, надетых на леску. То есть поплавок вот скользит, скользит, бац, упирается у него и уже занимает. Ограничители, в общем, стоят, да? Да, ограничитель глубины стоит. От и до? Нет. До – это он спускается до самого, грубо говоря, погрузки, да, а вот вверху как раз стопорится. А, понятно, понятно. Вот это первое отличие. Во-вторых, мы об этом чуть подробнее поговорим. Там ниже, но вот там очень сильно отличаются поплавки от тех поплавков, которыми мы привыкли ловить. И о которых говорили. Да, о которых мы говорили. Очень сильно отличаются. Там своеобразные поплавки. Они нужны для того, чтобы как раз у нас получился вот этот вот дальний заброс. А заброс, я могу сказать, что дистанции для ловли вот в таком стиле бывают там 30 метров, 40 метров, 50 метров. Как минимум, нам нужно, чтобы поплавок на такой дистанции мы видели, и желательно не в бинок. Его размеры, да? Да. Тут важны в том числе. Размеры антенны. Размеры антенны, да. Чтобы мы его видели, это раз. Во-вторых, нам нужно, чтобы такой поплавок на такое расстояние полетел. Соответственно, вес. Соответственно, вес поплавка. Для того, чтобы на него не действовали внешние окружающие среда, то есть там ветер и все оставшееся, нужна определенная форма. То есть он должен иметь очень хорошие аэродинамические свойства. Соответственно, свойства, да. Поэтому это такая вот отличная штука. Дальше начнем, наверное, как и во всех наших передачах, судилище. Вот чем отличаются удочки. Может быть, там многие задают вопрос, даже в магазин приходят. Вот я хочу половить на поплавок, но нравится мне. Не хочу я там на дальней дистанции ловить на фидер. Вот хочу смотреть на поплавочек, мне очень хочется. И забрасывать далеко. Да, и забрасывать далеко. Да давайте я возьму удочку какую-нибудь пятиметровую. Ну, любой телескоп. Вот поеду и буду кидать. На самом деле, основные отличия поплавок именно у удилища Мачева тем, что максимально по длине бывает 4,20. Ого, неожиданно. 4,20. При таком-то дальнем забросе. Дальше самые популярные длины это 3,60-3,90. Ну, вот я, наверное, даже скажу, что, опять же, для начинающихся, вот золотую серединку выбрать, 3,90 оптимум будет. Это прям коротыши по сравнению с предыдущими-то видами поплавочной ловли. Да, потому что нам не нужно управлять поплавком на течении. То есть мы там теоретически забросили удочку, поставили на подставочке, да, и все, стоим и сидим, ждем, когда у нас там произойдет поклевка. А на течении мы постоянно придерживаем, нам нужно управлять поплавком, там притормозить, либо пустить его наоборот в свободный проплыв. Соответственно, длина удилища нам нужна. И в баллонской ловле там, ну, редко дальность заброса будет превышать, там, например, там, 3 длинные удилища. Ну, то есть при длине там 6-7 метров, соответственно, там дальше 20 метров мы вряд ли будем кидать. А здесь дистанции достаточно серьезные. Вот. А дальше удочка отличается тем, что хорошее матчевое удилище это однозначно штекерная удочка. Вот. Как правило, они бывают трехколенные. Ну, связано с тем, что достаточно большая длина для удобства транспортировки. Там три колена. По метру с небольшим. По метру с копеечками, да, там получается транспортировочное у нас положение удилища. Вот. Соответственно, удочки бывают из различных материалов, но лучше на сегодняшний день выбирать, как и все, что у нас есть, это графиты, да, различных модульностей. И здесь, на самом деле, сильных требований к удилищу не предъявляется с точки зрения чувствительности какой-то или еще что-то. Нам, во-первых, нужна определенная легкость. И то это, скажем так, второстепенный фактор, например, по сравнению с теми же удочками в Болонске или гумаховой ловле, потому что там мы удилище всегда держим в руке. Здесь оно у нас практически всегда лежит на подставочках. Поэтому мы его держим только на забросе и в момент вываживания. Это особое строение бланка. Совершенно верно. Вот эта вершиночка какая-нибудь особенная. Это все присутствует, да? Да, обязательно. Вот. По строению бланка совершенно верно ты подметил. Вот эти удилища, они, как правило, бывают такого достаточно регулярного строя. То есть не быстрый, не концевой строй. То есть удочка, которая работает практически всем своим бланком. Сделано это для того, чтобы относительно легкий поплавок у нас полетел достаточно далеко. То есть удочка работает как катапульта, да? Там на забросе загружается. Вот. Во-вторых, мы все-таки ловим поплавочной снастью. Соответственно, у нас и оснастки могут быть очень тонкие. И удилище очень хорошо должно гасить рывки рыбы. Соответственно, вот такой вот строй, там более медленный, да? По сравнению с другими удилищами. Он позволяет это сделать, там, крупной рыбе не оборвать поводок. Самым же, наверное, таким сильно отличающим вот эти удилища от всех других. Ну, опять же, многие скажут, а я могу взять там фидерное удилище. Какой-нибудь длины, там, 3,90. Да, они же там бывают. Вот. Теоретически, там, поставлю катушку. Оно же тоже там телескоп... Ой, этот самый, вернее, штекерное там все. Вот возьму, выйду на водоем и начну кидать. Ничего хорошего из этого не получится. Первое, что у нас произойдет, это 100% поплавок полетит очень-очень-очень далеко. Он просто оторвется и улетит. Ну, так называемый отстрел произойдет. Связано все с тем, что на матчевом удилище очень большое количество колец пропускных, и они на очень-очень высоких лапах. Это сделано для того, чтобы не было абсолютно никаких захлестов. За бланк удилища, за кольца, то есть они все сделаны в противозахлестных рамах. Их сделано очень большое количество для того, чтобы максимально леску направить в нужном положении, в нужном направлении. У фидерного удилища не на такой высокой лапе все-таки. У фидерного удилища самое главное отличие. Колец большое количество, но они все смещены к вершинке. А во-вторых, они на очень низких лапках, наоборот, сделаны. И реально, кто пробует ловить, вот эти вот при забросе поплавка происходят отстрелы, потому что захлестывает за вершинку, ну, 100%. Во-первых, во-вторых, фидерное удилище, они все равно такого более концевого строя. И вот это как раз играет злую шутку, реально там улетает все. Поэтому здесь не нужно искать компромиссов. Если мы хотим ловить удилищем с дальним поплавком, с забросом, да, то только матчевая удочка и ничего больше. Значит, по длине там 3,90 тесты, на них есть прописанные тесты, ну, максимальный тест матчевого удилища, который я встречал там до 50 грамм. Не так уж и много. Вот. Связано все с тем, что основные поплавки, да, которыми пользуются спортсмены, там, любители, они редко выходят вот за эти рамки, там, основной, вот, для начинающего я бы, наверное, посоветовал удочку с тестом грамм до 30. Ну, во-первых, она... Но это же не только вес поплавка, но и вес... Это вес оснастки всей. Всего там, да, что есть. Да, да, да. Ну, 30 грамм, скажу, опять же, это очень много. Редко кто будет использовать такие поплавки, если там сверх каких-то дистанций, опять же, хочется добиваться. Но, повторюсь, что дистанция ловли там может быть до 50 метров легко, но здесь нужно понимать, что это, опять же, вот спортсмены могут так ловить. Там поплавки будут стоить каких-то очень бешеных денег. Реально. Там конструкция и сборка всей этой снасти потребуют определенного опыта и мастерства. Там очень своеобразный заброс на эту дистанцию. Там очень своеобразная техника прикармливания на этой дистанции. То есть на 50 метров как-то нужно доставить прикормку. Если мы сегодня успеем, мы поговорим, конечно, да. Да, то есть там рукой за 50 метров закинуть в одну точку, это очень трудно. Вася, объясни слушателям, как это выглядит вообще, заброс этой снасти? Вот в двух словах, в трех. По забросу, значит... Я понимаю, что лучше посмотреть, но все так. Выглядит все очень-очень на самом деле просто. То есть, ну, с удочки мы сейчас вот там закончили, да, все. Выглядит следующим образом поплавок, да, то есть он имеет форму такой капли с очень-очень-очень длинной антенной. То есть антенна нам нужна не для того, чтобы мы ее там видели. То есть она у нас огружается, реально там над водой остается сантиметров пять, не больше. А вот эта антенна такая длиннющая, да. Поплавок, честно скажу, напоминает такой большой-большой дротик. Вот. Сильно смещенный центр тяжести вниз, да. Вот здесь вот это вот само тело поплавка, вот такая капля. Из него выходит длинная-длинная антенна. Антенна нам нужна, она стабилизирует поплавок во время полета. То есть он как стрела, дротик вот такой, да, то есть все, он целенаправленно нормально летит. У него аэродинамические свойства просто обалденные. Стабилизатор есть, он летит точно далеко туда, куда нужно рыболову. То есть, по идее, мы можем его и на сто метров закинуть, но мы его видеть не будем. Не будем, да. Не будем, да. Вот, соответственно, дальше монтаж снасти, он до безумия простой. У нас есть основной груз, который крепится на леске, да. Как правило, здесь используют оливочки, да, для того, чтобы он не был там размазан длинно по леске. Вот это вот еще тоже основное отличие, например, от других, типа поплавочной ловли, где мы говорили о том, что груза могут очень сильно там раздвинуты быть. Здесь, как правило, груз сконцентрируется весь в одном месте. Есть поводок, на котором обязательно есть подпасок. Вот это все остается, как и должно быть. Ну, должен же быть центр тяжести, чтобы лететь, лететь, чтобы далеко. Да, должно было быть. Соответственно, поплавок с помощью специального коннектора крепится к леске, то есть коннектор из себя представляет такую бусинку, внутри которой находится тефлоновая втулочка, да, для того, чтобы это все каталось по леске и не травмировало ее, надевается. И здесь находится просто застежечка, а на поплавке находится петелька. То есть внутрь тела поплавка леска никакая не продевается. Абсолютно. Поплавок с одной точкой крепления, если там, например, сравнить со всеми другими, то есть у нас есть две точки крепления, здесь одна точка крепления, соответственно, для того, чтобы он у нас, опять же, на забросе там устремлялся вперед. Вот. А на леску ставится силиконовый ограничитель. Это такие бусинки, которые надеваются на лесочку. Вот. Мы промеряем на дальность, ну, на той дистанции, на которой планируем ловить, промеряем глубину пробными забросами, определяем ее, сдвигаем вот эту бусину, оставляем ее в том положении, в котором там нужно. Например, глубина... Вот у многих возникает вопрос, там, а если у меня удочка 3,90, а глубина ловли у меня там 6 метров, это как я там ограничитель намотаю там на леску, там на катушку, да, как это у меня там все будет работать, все полетит. Друзья, там ограничитель, вот он меньше спичечной головки. Кольца на удилище достаточно большие. Ограничитель имеет такую овальную, обтекаемую форму, и очень-очень плотно передвигается по леске. Да, он наматывается вместе с леской на катушку, если глубина там ловли больше, там, длины удилища, вот, абсолютно без проблем. Свиз для точного заброса, вот, от тюльпана там до, там, поводка, это, как правило, не более метра. У удилища заводится назад, да, и там делается прицельный заброс, отпускается палец, там, безонарционная катушка, и все летит вдаль-дальнюю, на самом деле. Но о катушках позже, да, чуть-чуть. Никаких, на самом деле, проблем вот здесь нету. Вот, самое главное и правильное, вот, в матчевой ловле, по мне, это подобрать поплавок. Потому что их видов огромное количество, вот, прям, несметные. Они бывают разных форм, разная длина антенны. И самое главное отличие от всех других поплавков, вот, если мы, например, возьмем такой поплавок, да, у него прямо на теле, мы можем увидеть вот такие циферки там будут, ну, к примеру, может быть написано там, 10 грамм плюс 1 грамм. Что это значит? Приходят покупатели и говорят, ну, что это там, что это поплавок, вот, 11 грамм огрузки, да, это поплавок, который 11 грамм груза приводит в вертикальное положение, у него там выставляется 5 сантиметров антенны, это то, что нужно там для рыбалки, то есть боевое положение. Но циферка 10 плюс 1 говорит о том, что на леске у нас должно быть размещено всего 1 грамм груза, а 10 грамм уже встроены в поплавок. Ого! Ничего себе! А сделано это для того, что бывают поплавки там 20 плюс 2, например, 20 плюс 3, да, там есть вариации там, например, 10 плюс 10, и в зависимости от условий ловли, дальности заброса вот мы подбираем вот эту штуку, потому что... Штуку, в смысле маленькую вот эту? Нет, вот именно поплавок, то есть вот они могут быть одинаковых абсолютно форм, одинаковые в огрузке там, например, 20 грамм, но один будет там 19 плюс 1, второй может быть там 15 плюс 5, да, там третий может быть там 10 плюс 10, а бывают такие, что нам, например, там может быть там 2 плюс 18. Да! То есть, а сделано это для того, чтобы, скажем так, в зависимости от дальности заброса, от того, какую рыбу мы хотим ловить, да, там, не знаю, там силы ветра или еще что-то, мы подбирали поплавок и ставили огрузку на леску. То есть, например, если у нас небольшая дальность заброса, мы ловим, например, какого-нибудь там карасика... То есть, большая сколько? 20-30 метров? Ну, там 15-10 метров, вот так вот, да, там. И мы, например, ловим, ну, хотим ловить там карасика, который вот очень-очень-очень четко там клюет, да, то мы, скорее всего, даже если там, ну, пускай у нас там будет 20 вот этих же грамм, там, да, то при всех прочих равных я бы выбрал здесь поплавок, который будет там 19 плюс 1. То есть 19 грамм уже сконцентрировано в теле поплавка, и всего лишь 1 грамм мне нужно добавить на леску. Потому что карасик клюет очень там, так, привередливо, да, и мне вот лишний груз на леске, он не нужен. У меня небольшая дальность заброса, мне нужна максимальная чувствительность. Вот, и плюс карась может чувствовать вес вот этого груза, который находится на леске, да, и там выплевывать приманку, соответственно, я ничего не поймаю. Отпугивать его там нужно. Вот, обратная ситуация. Мы ловим карпа, и дальность заброса нам нужна там 40 плюс. Вот здесь я выберу, наверное, поплавок, у которого будет все наоборот. То есть у него будет там 2 плюс 18. Ну, то есть 2 грамма. 18 граммов нужно самому тебе навесить? На леску навесить, да, а там, например, 2 грамма там будет в поплавке. Почему? Потому что на такую дистанцию мне нужно это все забросить и сделать это таким образом, чтобы у меня груз летел вперед поплавка, да, а не наоборот не складывала у меня вот эту всю конструкцию в полете. Это раз. Во-вторых, мне нужно, скажем так, свою приманку максимально заикорить на дно, да, чтобы ее там не сдувало на такой дистанции, там, боковым ветром там каким-то не выдувало дугу. Вот. И, скажем так, карп, ну, это та рыба, которая клюет там бам, и все, как правило. Ну, да. Ну, бывают исключения, но, тем не менее, в основная там поклевка, это просто... Ну, я сталкивался много раз, когда и снасть твоя начинает плыть уже, и ты не знаешь, что делать. Соответственно, вот здесь мы уже подбираем поплавки. Еще раз повторюсь, их там несметное количество. Они могут отличаться цветом антенны, длинной антенны, да, там, толщиной антенны. Есть поплавки, у которых эти антенны меняются. Например, есть поплавки, ну, у которых вот этот вот вес, который сосредоточен в самом поплавке, тоже изменяемый. То есть там, скажем так... За счет каких-то составных частей еще, что ли, да? Да, то есть вот снизу находится вот такая вот железная там вставочка в поплавок, да, которую мы можем достать, к ней крепится как раз... В наших краях говорят, блямбочка какая-нибудь, да. Вот к ней как раз крепится вот это вот колечко, которое мы зацепляем там, да, уже к коннектору. Вот. И на нем находятся шайбочки. Они бывают там подписаны один грамм, полтора, там, два, три. Все, мы можем их убирать, да, соответственно, обратно вкрутив. Там мы уже получаем, что нам вот этот вес, который мы убрали из поплавка, нужно будет добавить на леску. Либо наоборот, мы их можем добавлять, тем самым уменьшая груз, который у нас расположен на леске. Ну, такие сборно-разборные поплавки, наверное, и подороже стоят. Я вообще скажу, что вот эти самые поплавки, если рассматривать их, скажем так, ну, такого, наверное, полупрофессионального, либо там профессионального уровня, могут стоить там до двух тысяч рублей за поплавок, за один поплавок. Но этот поплавок позволит, вот он будет один, но их будет там 15 штук, как будто бы. Ну, вариантов, да, вариантов его, так сказать, формирования. Как правило, это поплавочек будет в такой коробочке, да, там вот он лежать, у него будут сменные антенны, они будут отличаться толщиной, цветом, да, у него будет набор грузиков, мы сможем там регулировать и все-все-все. То есть, как вот, ну, многие же говорят, ну, там, две тысячи рублей, ну, хорошо, а если, например, их покупать там отдельно, ну, такие поплавки даже, ну, хорошие поплавки, ну, все равно стоят там 200-300 рублей. Соответственно, сколько их нужно будет купить, чтобы и возить с собой. На разные случаи, так скажем. Да, на разные случаи. Василий, я правильно понял, это единственный принцип или все-таки не единственный вот этого соотношения, да, там, что написано на поплавках 10 плюс 5, 20 плюс 1, 19 плюс 1, чем дальше хотим заброс делать, тем легче должен быть сам поплавок и тяжелее грузка, да? Да, правильно понял этот принцип, правильно, все, отлично, уяснили. Вот, это правильно, это правильный принцип. Но опять же, из любого правила есть исключение. Например, если омачевые ловли ловят, например, там, сорогу, да, и вот все оставшегося, то есть рыба, которая не привязана ко дну, может быть, в толще воды, находится у которой, опять же, вот такая вот там поклевка, да, еле-еле, а дистанция может быть там безумно большой, да, безумно большой, то там делают такую штуку, скажем так, крючок, вот, ну, есть там поводок у нас, ну, образно, там, не знаю, там, сантиметров 50, вот, нам нужно сделать таким образом, чтобы вот на этом участке было там минимум груза. Соответственно, если мы поставим очень легкий груз, и нам нужно кинуть за 50 метров, но у нас, на самом деле, там, в полете это может, там, перекрутиться, захлестнуться, и еще там что-то где-то дунуло ветерочком, вот этот поводочек закинуло за поплавок, все у нас, холостой заброс, выматываемся, перезакидываем. Для того, чтобы этого избежать, для того, чтобы этого избежать, ну, придумали определенные такие штуки, на поплавочках делают клипсы, этот крючочек за нее цепляется, берется кусок тонкой лески, там, 0,1, 0,8, там, еще там что-то, да, привязывается к основанию крючка, петелька, да, и вот сюда вот за клипсу. Соответственно, это все зацепляется, у нас получается, что на забросе вот эта снасть, ну, грубо говоря, собрана, сконцентрирована в поплавочке. Мы делаем беспроблемный заброс, нам уже там все равно на ветер, на все оставшееся, вот, мы забрасываем все, как только у нас там поплавок приводняется, да, и там начинает занимать вертикальное положение, начинает занимать вертикальное положение, то есть мы понимаем, что у нас антенна уже начинает вставать, но вот ее вот тормозит вот эта штука. Мы делаем рывок, отсоединяем все это, песочка отрывается, это все падает вниз, поплавок доходит до стопора, принимает вертикальное положение, все, вуаля, мы закинули. Ну, то есть это хитрости, да, которые используют спортсмены, и на самом деле... Много решений таких неожиданных. Много чего придумано не только спортсменами, а именно такими уже обычными рыболовьями, поэтому тема хороша рыбалка, что мы постоянно что-то изобретаем. Первая половина программы нашей трофеи рыбалка меж тем подходит к завершению, впереди у нас реклама, я напоминаю, что мы беседуем с Василием Мамоновым, экспертом компании «Арсенал» на Комсомольской 8, и тема нашей сегодняшней передачи «Матчевая поплавочная снасть», мы только еще начали, по большому-то счету, да, еще много чего есть рассказать, так что будьте с нами, не забывайте про то, что приближается наш конкурс. Продолжаем беседу с Василием Мамоновым. Давай, Василий, зададим вопрос сразу слушателям, и поедем дальше. Давай. В это увлекательное море знаний промачиваю снасть. Уже третья передача, и мы не будем изменять традиции, мы задаем вопрос тоже про поплавочную ловлю. Вопрос будет звучать так вот. Я на самом деле сейчас ни разу этого не сказал, да, вот сдерживаю себя так постоянно. Как называются поплавки для матчевой ловли? Есть термин, который вот все это разнообразие поплавков, сборных, неразборных. То есть вот прям заходишь в магазин, говоришь вот его, и продавец сразу понимает, о чем речь. Меня Василий посвятил, как называется. Я решил погуглить, решил перевести, возможно, с другого языка. Мне гугл-переводчик ничего не выдал. Вот есть такой термин интересный. Да. 8-909-720-101-0. Номер для ваших смс. Первый правильно ответивший. И получит подарочный сертификат от магазина «Арсенал» на Комсомольской 8. Продолжаем. Мы продолжим, да. По поплавкам, в принципе, я думаю, что основное вот такое рассказал, да. Кого заинтересует, пожалуйста, приходите, они есть у нас в продаже. Помучайте, да, там, продавцов. Мы все покажем, расскажем, объясним, да, там, принципы огрузки. Это все на самом деле достаточно просто. Да. И все-таки, вот, что бы ты посоветовал как профессионал, если человек, ну, не хотел бы покупать, там, очень дорогой поплавок, именно для матчевой ловли, у которого можно там что-то снимать. Вот все-таки в арсенале что должно быть? Нет, в арсенале сколько этих поплавочков возможно? Три, да? Три. То есть для более дальнего заброса? Ну, я честно скажу, что для начинающего рыболова или вот который там, ну, скажем, не то, чтобы начиная там ловит давно, но решил попробовать вот эту снасть. Я думаю, что ограничиться, во-первых, нужно дистанцией ловли на начальном этапе метров до 30. Ну, реально, потому что дальше это очень тяжело. Не ставить рекорды по-первыху, да? Не нужно. Не надо. Не нужно. То есть вот 30 метров это вот оптимальная дистанция для начала. Соответственно, три поплавка нам нужно будет в наших условиях, там, в нашей широте, в нашей области. Я бы, наверное, поплавок тяжелее 20 грамм точно не использовал. Ну, в принципе, что и делаю, да? У меня вот поплавки, ну, понятно, что у меня там есть вот такой поплавок там наборный, да, вот. Но, тем не менее, начинал я с того, что, опять же, по совету более опытных товарищей, которые ловили уже не один сезон этим способом, у меня было три поплавка. Один был 20 грамм, один был на 10 грамм, и один был 7 грамм. Вот, в принципе, вот этих поплавков хватает. И еще вопрос, наверное, который сейчас задают многие наши слушатели, насколько эффективна матчевая ловля, там, по сравнению с маховой, например, удочкой, да, вот рыбачит на одном и том же водоеме, человек вот тут забрасывает, там, недалеко, у него не клюет, а тут пришел с матчевой. Я больше того могу сказать, вот такой дуэль, такая дуэль маховой удочкой против этой самой матчевой удочки состоялась у нас вчера. Так. С напарником я ловил маховой удочкой, а напарник как раз ловил матчевой удочкой, но он, скажем так, начинающий только начинает именно вот матчевую ловлю, да, поэтому я ему дал свою снасть, это снастили, все, мы приехали на водоем в Белугу, да, и вот... Рыболовный клуб. Да, и вот мы там провели дуэль, там очень неплохо так клюет карп. Честно скажу, я начинающему рыболову проиграл в пух и прах. Так, а в результатах, в трофеях это как выразилось? В трофеях так, что товарищ вчера поймал осетра на 11, карпа на 3,600 и, наверное, еще штук 15-20 таких карпят там около килограмма. Ну, карпята такие, и существенно. Поймал вчера в общей сложности где-то, наверное, рыбок 15 всего. Самый крупный карп у меня был 1,6 кг. В конце рыбалки мне осетр оторвал все, что у меня было. Слава богу, не сломал удилище. И, соответственно... Это маховую удочку, да? Да, маховую удочку. Настоятельно не рекомендую ловить карпа маховой удочкой, если у вас она не специализирована. У меня была специализированная карповая японская удочка, для этого рассчитанная. Соответственно, сломать ее очень-очень трудно. Но ловля приносит определенное удовольствие. То есть там прям так вот борешься с рыбой, тебе ничего не помогает. Ты здесь можешь рассчитывать только на свое, скажем так, на свой профессионализм. У тебя нет ни фрикционы, ничего, только гибкость удилища и твой талант. Но я проиграл по одной простой причине. Вчера карп не подходил близко к берегу. Мы рыбачили вечером. Кто помнит, была погода уже такая без солнышка. Там дул такой ветерочек. Было достаточно прохладно. И карп не желал выходить на длину моего заброса. То есть у меня была удочка длиной 6 метров. Мне ее категорически не хватало. А у напарника была удочка 3,90, поплавочек в 15 грамм. Он забрасывал всего лишь на 3 метра дальше, чем я. Но у него похлевки происходили на каждом забросе. А связано было все с тем, что у меня глубина ловли оттуда, до куда я добрасывал, была где-то порядка 3,5 метров. А он ловил уже на 4,5 метра. То есть там ярко выраженная бровка. Вот все, карп стоял под ней и ничего с этим сделать было нельзя. Я пытался это решить вопрос дополнительным прикармливанием. Пытался выкормить его на более мелкую воду. К сожалению, он туда не вышел. Возможно, если бы это было тепло, солнышком было бы более активно, да, это бы удалось. Но, тем не менее, вот такая дуэль состоялась, я проиграл. Поэтому, если рассматривать, ну, кто любит ловить на поплавок на водоемах без течения и хочет ловить крупную рыбу, я бы, наверное, при всех прочих равных выбрал бы однозначно матчевую ловлю. Связано все с тем, что у нас там есть помощник, это хорошая катушка с фрикционом. Мы можем использовать более такую деликатную снасть с точки зрения толщины поводка, лески, величины крючка. Да, все-все-все. И, на самом деле, получать от этого удовольствие. Там удочка тоже очень гибкая, очень легкая. Поэтому вот так. Ну, вот смотрите, пример, приведенный Василием, возможно, сподвигнет, да, кого-то из наших слушателей действительно заинтересоваться этой снастью, попробовать. Вот, вот проиграл. Рассчитывал на большее, но получилось вот так. Так, куда мы движемся? А мы движемся дальше к основным... Про поплавки поговорили. Мы поплавки поговорили. Сейчас буквально вот коротенечко коснемся основных отличий, что еще там нам нужно в матчевой ловле, да, и что там может отличаться от всех других типов рыбалки. Катушки. Основное требование к катушке... Безиндерционки мы упомянули уже. Однозначно, только безиндерционная катушка в матчевой ловле используется, так как самая простая для заброса. И нам нужна катушечка, которая будет очень хорошо укладывать леску. Да, используем мы только леску, никаких там шнуров. Обычную леску. Необычную леску. А, необычную. О леске мы поговорим следующим этапом. Хорошо укладывать. Вот, хорошо укладывать, соответственно, должна иметь тонко настраиваемый фрикцион и, скажем так, увеличенный диаметр шпули. Связано все с тем, что монолеска имеет память, и, соответственно, чем мельче у нас будет шпуля, тем больше вот этих виточков будет у нас слетать. То есть, и, скажем так, будет тормозить заброс это раз. Во-вторых, вот эта спиралька, там лежащая на воде, ну, никому плюсов-то еще не сделала. Не нужна она. А по размеру? Вот. Размерность оптимальная, это примерно там, ну, трехтысячник. Есть специальные матчевые катушки, отличаются они тем, что у них фрикционный тормоз не спереди, а сзади. А нужно это для того, чтобы вот, ну, более тонко настраивать его, и во время вываживания, да, тоненькие поводочки, там, удобнее можно было добраться. Вот он всегда под рукой, мы его регулируем. Соответственно, матчевые катушки присутствуют. Основные требования вот такие, эти катушки не очень дороги, а связаны все с тем, что не сильно развита вот эта ловля, да, и, ну, маркетинг до них еще не дошел. Ажиотажа нет, и поэтому цена не заоблачная. Цена не заоблачная. Ну, хорошую нормальную катушку можно взять там в пределах двух тысяч рублей. Двух тысяч? Ну, абсолютно нормально. А удочку можно взять там в пределах полутора тысяч рублей. Ну, то есть, вот комплект не сильно дорогой, на самом деле. Ну, да. Вот. По поводу лески. Да. Вот мы коснулись вот этого основного... Что там за хитрая леска? ...элемента. А леска, вот реально нужна именно матчевая леска. Да. Ничего другого. Связано все с тем, что если у нас обычная леска, которую мы ловим, там, привыкли ловить на все другие типы снастей, она в 99% случаев плавающая. Вот ее кинуть на воду, она плавает. Не утонет. А матчевая леска, она тонущая. Тонущая. Причем, очень сильно тонущая, она реально тяжелая. Как правило, она бывает темных диаметров, ой, вернее, цветов. То есть, как вот хорошая матчевая леска, вот реально черная. А связано это все с тем, что у рыболова, который ловит, ну, профессионально, там, скажем так, матчевой ловли, всегда в кармане лежит маркер белый, которым можно на леске нарисовать что-либо. А связано это все, сделано это для того, мы ставим белым маркером меточку, чтобы всегда закидывать в одну и ту же дистанцию. Одно и то же расстояние разматывать. чтобы у нас разматывалось. Соответственно, мы ставим меточку. Для этого леска темная всегда. И вот она тонущая. Сделано это для чего? То есть, после заброса мы удилище в руках не держим. То есть, мы ставим подставку, стойку таким образом, чтобы у нас кончик удилища был практически в воде. Ну, вот вертикально. А комель был вот у нас около того, где мы сидим. вот здесь вот. А, удочка нужна именно вот смотреть практически в саму воду. Сделано для чего? Мы всегда ориентируемся таким образом, что если у нас есть дистанция заброса, к примеру, 20 метров, то заброс нам нужно сделать метров 23 метра, 25 метров. С запасом. С запасом. То есть, перекинуть место там, где должен стоять поплавок. Как только поплавок у нас падает в воду и занимает вертикальное положение, мы отпускаем кончик удилища под воду и делаем там 3-4-5 оборотов катушки и выводим его как раз вот в рабочую зону там до отметочки. Как только до отметочки дошли, все, мы кончик удилища чуть-чуть поднимаем и ставим его на подставке. То есть, вот этим самыми оборотами мы леску полностью заглубляем под поверхностную пленку. Нужно для того, чтобы на нее не действовала вот эта рябь сверху, да, ветровое течение и все оставшаяся леска нужна тяжелая, потому что, если на нее будет что-либо дуть, у нас поплавок будет постоянно уходить с места ловли. Вот, поэтому с помощью лески мы этот поплавочек ну, якорим, скажем так, то есть, вот такой определенный якорь. Поэтому только матчевая леска, ничего другое. она вся черная или есть какие-то оттенки более сверху? Черная, коричневая, темная, в общем-то она. Вот. Были способы у нас там, я не знаю, там возможности попробовать различные другие лески. Я скажу, что ни к чему хорошему. Это просто не привело. И отбивает желание рыбачить полностью, потому что ты сделал заброс, у тебя вот дунуло, вот как, например, вчера там рябь вот такая, да, пошла, и у тебя поплавок сразу же, ну там, представьте, 20 метров заброс, вот 20 метров лески, лежащей на поверхности, это такой парус. И весь, все этого есть усилие, и все, и поплавок там буквально через минуту уже находится совершенно в другом конце, там, где нету никакой ни прикормки, ничего, неизвестна глубина, ты начинаешь это все выматывать, снова туда забрасывать, у тебя снова все падает, бам, там, минута прошла, у тебя снова оттуда выдуло, ты начинаешь ставить более тяжелый поплавок, там, не знаю, утяжелять груз, время теряешь между тем на все эти манипуляции, теряешь время, нервничаешь, и в итоге ничего не клюет, поэтому лучше пользоваться тем, что должно быть, то, что придумали. Насколько дорога она, раз уж она такая специфическая, нет? Нет. Ну, хорошую леску, там, за 100 метров можно купить рублей, не знаю, в 350-400. По диаметру? Что подскажешь? По диаметру основной лески здесь сильно мельчить не стоит, основные диаметры, которые используются, ну, вот, в нашем, например, регионе, вот я использую, это примерно 0,22, да, основной диаметр поводки уже в зависимости от рыбы, там, от активности рыбы, да, мы подбираем, ну, опять же, я не мельчу с поводками, спортсмены используют, там, 0,1, 2, 0,8, там, еще что-то, ну, возможно, у них, там, другие цели и задачи, я на обычной простой рыбалке хочу получать удовольствие от рыбалки, а не постоянно, там, перевязываться, да, ну, честно скажу, там, может быть, у меня маловато опыта, я не знаю, там, у меня бывали обрывы на тонких поводках, я использую 0,16, 0,18, там, не тоньше, ну, то есть, вот, 0,16 у меня основной, 0,18, в зависимости от рыбы, вот, вчера, например, там, карп, мы ставили 0,18 поводки, ни одного обрыва не было, потому что фрикциончик тоненько настроен, да, удочка гасит, все там, без проблем. Ну, поводок-то, разумеется, из той же темной лески. Нет. Нет? А вот поводок из обычной. Да что такое? Круг, круг, круг. По поводу неожиданности какие-то, смачивая ловля. Там, нам не нужна тонущая леска на поводке, потому что у нас и так уже все утонуло, там, мы используем обычную монолеску. Тут уже, скажем так, не ограничены. Выбор, все, что угодно, кому что нравится, на самом деле. Так. Вот. Это вот то, что касается основных таких принципов ловли и выбора там, да, что выбрать для матчевой ловли, это вот основные принципы такие. Ну, видимо, и 10 минут у нас с нашей программой остается о том, чтобы... По прикормочке буквально быстро. Да, мы еще не затрагивали эту тему ни в прошлой, ни в позапрошлой передаче, которые тоже касались поплавочной ловли. Тема тут достаточно обширная. Извините, что все, не успеем рассказать. Ну, хотя бы давай постараемся какие-то основные принципы. Мы просто говорим о том, что, опять же, вот многие приходят к нам в магазин, да, там, приходят и говорят, вот, а я вот завтра поеду на рыбалку, мне там дайте какой-нибудь пакетик прикормки, я вот еще там каши сварил, да, может, намешаю, там приеду и начну ловить. Вот при ловле на поплавок прикормка, наверное, это вот даже не 50, а 70 составляющий хорошего клева. Удачной рыбалки. Реально, потому что если мы неправильно подберем прикормку, мы, конечно же, что-то поймаем, да, но это будет не та рыбалка, которая может быть с грамотно уже выбранной прикормкой. В первую очередь нам нужно понимать, где мы ловим. Стоячая водоем, река, да, то есть здесь свои принципы. Дальше нам нужно, на самом деле, в зависимости от типа снасти, которую мы ловим, у нас будет отличаться прикормка. То есть для маховой удочки одна, для балунской ловли там другая, да, для матчевой ловли реально тоже другая прикормка. Вроде бы скажут, с чем связана я же там могу вот этим поплавочной удочкой там маховой ловить на течении, да, вот, а что мне такого сделать? Чем будет отличаться там и балунская я ловлю на течении, да, в чем отличие? Смотрите, самое главное, основные такие вот принципы расскажу. Балунская ловля подразумевает, во-первых, более дальний заброс, это раз, во-вторых, может производиться на более сильном течении, это два, и в-третьих, подразумевает достаточно длинный отпуск приманки, это три. Соответственно, у нас ярко выраженного кормового пятна не будет, нам нужно создать, нам нужно создать длинный шлейф, и чем длиннее будет этот шлейф, тем реально больше рыбы мы привлечем и больше рыбы мы поймаем. Вот, соответственно, здесь будут отличаться стартовые закормы, а, например, при той же самой ловле на течении, но маховым удилищем мы будем ограничены в длине проводки, длиной удилища и длиной лески. Соответственно, нам создавать длиннющий шлейф бессмысленно, потому что рыба может на него прийти, но встать там на 20 метров ниже нас, и мы будем думать, что рыбы здесь нет, а она здесь есть, просто стоит ниже. Ну, просто там ей удобнее кормиться. Да, по каким-либо причинам. Поэтому при ловле, например, той же маховой удочкой на течении, нам нужно создать акцентированное пятно, при кормке, на которую придет рыба. Соответственно, для ловли, например, для прикормки, вернее, на течении для балунской ловли, нам нужно создать вот этот шлейф, и мы его будем создавать дополнительно, добавляя ароматику в прикормку, ну, то есть, различные там дипы вот эти, да, жидкости. Вот, это раз. Во-вторых, мы будем использовать прикормку с более мелкой фракцией, ну, так спортсмены называют ее пыль, для того, чтобы вот у нас вот эта вот муть пошла и распространяла вот этот вот аромат и запах. При ловле же, например, на течении, но маховым удилищем, мы будем использовать более тяжелую прикормку с более крупной фракцией, да, и добавлять в нее минимум ароматики, а максимум будем добавлять вот этих вот кормовых частиц, которые будут оттуда вымываться. А основное пятно у нас будет лежать вот там, где у нас в основном там происходит и проплыв приманки. Вот. Соответственно, кормить кашей бессмысленно, ну, ее реально там смоют через пять минут и все, и она куда-то там улетучится, и рыба не придет. Ароматики нет, еды нет, что ей здесь делать? Вот. Поэтому есть нормальные, обычные, сухие корма по сколько нужно на рыбалку. Все будет зависеть от силы течения, да, там, активности рыбы. От количества человек, которые поехали. От количества человек, там, желание рыболова сколько поймать. На реку в среднем при ловле, там, например, той же Болонской удилищем на полдня я беру, ну, минимум пять килограмм. Пять килограмм. Вот это смеси, да, уже? Смеси пять килограмм. В нее я добавляю еще порядка где-то, наверное, килограмма, а лучше двух грунта, которые я беру либо на берегу реки, либо продается специальный уже такой вот грунт просеянный, да, тоже в пакетах, сделан для того, чтобы я ее утяжеляю с помощью вот этого грунта. Лепятся такие вот прям шары, да, они достаточно тяжелые. Утяжеляем и к тому же еще передаем цвет более естественно для рыбы. Вот. Соответственно, там, например, при ловле маховым удилищем, да, этой прикормки мне нужно будет еще больше. Ну, то есть, я возьму там плюс, наверное, килограмма два сверху. Связано все с тем, что мне нужно постоянно это пятно держать. Вот кормовое пятно, постоянно вызывать интерес у рыбы, соответственно, постоянно, чтобы у нее была пищевая конкуренция, чтобы она вот сюда приходила, чтобы она активно клевала. Но здесь, опять же, следующая хитрость есть для того, чтобы, если мы ловим махом на тяге крупные частицы, вот эта вот крупная фракция в прикормке, рыба может наестись. Соответственно, мне нужно добавить туда слабительное какое-то для нее. Где? Ну, чтобы она кушала, 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 а насыщения у нее не было. Такое есть. Хитрый рыбалок. То есть, это всем известно это меласа, да, то есть, это патока свекла сахарная. Вот она как раз обладает тем самым эффектом для рыбы. И она сладенькая, очень этой рыбе нравится. Соответственно, мы ее туда добавляем. И я вот при всех прочих равных, например, при ловле именно маховой удочки на течение, вот этой самой патоки добавлю раза в два больше, чем при ловле, например, баллонской. Потому что там мне она сильно не нужна, мне там нужна только ароматика. Я буду там использовать патоку ароматизированную. То есть, она бывает там клубничная, сливовая, там конопля, кукурузная и все оставшиеся. То есть, это уже в нее добавлены ароматизаторы. А вот при ловле махом я буду использовать обычную. Ну, то есть, вот такие вот принципы. Например, ну, поговорим там о прикормке для матчевой ловли. Она вот вообще должна быть строго акцентирована вот именно пятном лежать, потому что у нас водоем без течения. Она, соответственно, должна лежать, но она должна обладать такими свойствами, что вот этот шар прикормки после того, как упадет на дно, он не должен там вот покоиться и все. Он должен, так называемое, происходить такой взрыв у него, да, он как вулканчик, и там должны быть очень много плавающих частиц, которые должны подниматься от дна и создавать вот этот столб мути в вертикальном положении. То есть, если при баллонской ловле мне нужен столб мути в горизонте, да, там, по течению, то здесь при матчевой ловле мне нужен столб мути в вертикальном положении, чтобы вот там все вот это вот всплывало, бурлило. Соответственно, в прикормку я буду добавлять специальные разрыхлители, разрыхлители, которые существуют, которые вот как добавка туда добавляются. Понятно, что они тоже там имеют какую-то ароматику там свою, да, привлекательную для рыбы, но основное действие у них в том, что реально там попадая в воду, они начинают бурлить, разрыхлять все оставшееся. Например, многие спортсмены при ловле карпа на матчевую лодочку используют такую хитрость, берут кислородные таблетки, которые продаются там в магазинах для аквариумистов, да, то есть вот берут кислородные таблетки и прямо на этой таблетке вокруг нее лепят вот такой шар из прикормки, закидывают его в воду, соответственно, прикормка напитывается водой, вода попадает вот в эту кислородную таблетку, она начинает шипеть, начинается вот эта вот реакция, то есть огромное количество вот этих пузырей, да, и, скажем так, она взрывает этот шар и вот все, и с помощью вот этих пузырьков они подхватывают эти частицы, это все там несется кверху. Вызывает восторг. Ну, у рыбы, наверное, да, то есть кормовой восторг, она там прибегает туда и начинает активно питаться. Ну, вот такая вот хитрость, которую используют. На самом деле, тема именно по прикормкам, она там заслуживает отдельные передачи, там очень много хитростей, там очень много тонкостей, неправильной прикормкой, реально можно просто испортить себе рыбалку и вообще ничего не поймать. Ну, вот, Василий, хорошо, что затронули эту тему, буквально пара-тройка минут остается, если кратко, самые распространенные ошибки при прикормке, которые допускают. Страшняя ошибка. Вчера получилось так, что вот вместе с нами на водоеме находилось еще несколько рыболовов, ловили только мы. Реально, они... Было 2, 4, 6 человек, не поймали ничего. Когда мы уже потом уходили, один там рыболов к нам подошел, вы, говорит, ребят, уже уходите, можно на ваше место встану? Я говорю, да-да-да, конечно, пожалуйста, без проблем, так могли бы и подойти, когда мы ловили, мы подвинулись, не жалко. Он говорит, да я вот сейчас вот там прикормил, у меня вообще ничего не клюет. Я говорю, а чем прикормил? Чем кормил? Чем кормил? Вот, он говорит, да я вот поехал в магазин и купил себе вот пакет карповой прикормки вот этой вот, да, и вот я больше никогда покупать не буду, она у меня вообще там не работает, рыба вот вообще не пришла, там не клюет, и даже вот я пришел без прикормки, у меня там какие-то поклевки были, сейчас ничего не было. Я говорю, а что за прикормка-то? Можно посмотреть, он мне показывает пакетик, карповая прикормка, тути-фрути-клубника. Эта прикормка очень рабочая, но она работает в тот момент, когда вода будет максимально тёплой. То есть она имеет очень-очень сладкий аромат. Вкус вот этот, запах приторно-сладкий. И вот сладкие прикормки реально очень хорошо работают в тёплой воде. Сейчас вода ещё холодная. Вот такой прикормкой мы напрочь отбиваем желание у рыбы питаться. То есть реально она на это пятно никогда не придёт. А мы же, например, использовали вчера кукурузную прикормку. То есть она имеет нейтральный запах, то есть именно запах кукурузы, который вот, ну, карп не знает... Кукурузная, в смысле, там дроблённая кукуруза. Там прямо дроблённая кукуруза, вот эти панировочные сухари. То есть она такого жёлтенького цвета. Но мы туда добавили немножко, скажем так, красного грунта для того, чтобы цвет у нас получился такой коричневый. Потому что дно в водоёме, оно коричневое. Вот там, да, такого оттенка какого-то. И, соответственно, у нас прикормка максимально вот получилась по цвету. Например, вторые люди, которые стояли, они ничего не поймали, потому что они прикармливали бойлами. Это что такое? Ну, вот специальные карповые насадки, бойлы. Вот насмотрелись там роликов в интернете, что там бойлами прикармливают, на бойлы ловят. Они поехали, купили их. Они там ещё достаточно, там, динамит бейтс есть такие, бойлы называются. Там такой огромный мешок они купили. Они стоят там каких-то нормальных таких денег. Вот, они посмотрели, что их нужно там нарезать, чтобы прикармливать. Всё, вот они это дело нарезали. А это уже что-то готовое, слепленное или что уже там? Да, ну, такие вот шарики, бойлы такие. Вот они их нарезали, всё. Они делаются из рыбной муки с добавлением различных ароматизаторов, ну, такие. Вот они их там нарезали. Ну, всё правильно, теоретически сделали. У нас времени практически, к сожалению, не получается. Они их закинули, но у них ничего не клевало. Они просто не учли, что эти бойлы плавающие. Они просто у них вот, они кинули их в воду, они у них-то вот так вот сверху висели, потом дунул ветер, их куда-то унесло, там, карп их, несомненно, съест. Но они ничего не поймали, потому что у них, ну, не прикормилось. Ничего не получилось. К сожалению, да, не успеваем осветить полностью тему прикормки, при плавочной ловле. Ну, что, совет тогда один. Прямо можете приходить в магазин «Арсенал», спрашивать специалистов. Конечно. Василию можете задавать вопросы, да. Главное, не стесняйтесь и не ленитесь просвещаться. Добиться эффекта нужного, хороших уловов, хороших трофеев можно при проявлении элементарного любопытства, да, наверное, да. Просто интересоваться, и вы получите ответы на свои вопросы. На этом программа сегодня завершается. Трофей «Рыбалка» Василий Мамонов, компания «Арсенал» на Комсомольской 8. Я, Владимир Сметанин, прощаюсь. Всего доброго. Всего доброго. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка» Трофей «Рыбалка» Трофей «Рыбалка» Трофей «Рыбалка» Трофей «Рыбалка» Трофей «Рыбалка»